Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Прямое включение. Давайте сегодня поболтаем между нами девочками, пообсуждаем француженок. Ну, шучу, конечно же. Я люблю и француженок, и русских, и всех. Просто давайте поговорим об особенностях. Или обсудим одну фразу, одну статью. В общем, недавно я прочитала, что одна из известных дам в инстаграме француженок, она советовала спать с мокрой головой, с мокрыми волосами, и выбросить фен. И уже не раз я встречаю именно в книгах, по-моему, известных писательниц, таких как те, кто пишут о Франции, о француженках, что на самом деле у француженок нет фена. Что они очень часто спят с мокрой головой. Но не то, что вот с мокрой головой, как бы говорится в кавычках, с мокрыми волосами, то есть с влажными. Что они делают? Они иногда собирают, если у них длинные волосы, хвост. Иногда просто заплетают косичку. И в принципе, в принципе, такой эффект натюрель, что просыпаешься, вроде волосы не прилипли голове, и в то же время немножко такой объем. Ну, я честно скажу, попробовала несколько раз, когда у меня были... Прическа была подлиннее. Ничего подобного. И я решила, что все-таки все зависит от того, какая у тебя структура, какие у тебя волосы. Чаще всего, если посмотрите на француженок, у них волосы достаточно густые, темные и очень часто волнистые. Медитеранне, средиземная структура. Им, в принципе, вообще можно ничего не делать. У них часто нет никакой прически, нет никакой структуры волос, особенно, я замечу, у женщин молодых. Потом мы позже поговорим о женщинах в возрасте. Длинные волосы, волнистые, густые. Если она их помыла, нанесла бальзам, в принципе, они очень любят покупать уходовые средства в супермаркетах, там их пруд-пруди. И некоторые ходят к стилистам, что тоже поговорим, ну, парикмахерам, так сказать, и покупают там средства. Но, в принципе, француженки не заморачиваются. Они находят свою марку иногда в аптеке и покупают это из года в год. Например, у моей свекрови никогда не было супер дорогих шампуней, масок. Она не бежала ни за какими керастазами, трендами, но у ней всегда был красивый, красивые волосы. Потому что структура волос густая и еще красивая волна. Не то, что вот такие прям кудряшки-кудряшки, которые торчат, а просто красивая волна. И, в принципе, как бы тебя не подстригли, каждая прическа на тебе смотрится очень хорошо. Но если структура волоса, как у меня, у меня, не скажу, что их мало, но они такие тонкие и прямые, что, в принципе, если не укладывать, получается солома на голове. Или прилипает к голове никакого объема. Сзади просто-напросто будет лепешка. Вот. И, ну, я сегодня по-честному. Мы же между нами и девочками разговариваем. А то услышите, что выбросите фен и будете пробовать. Так что, да, француженки любят натюрель. Они любят естественность. Они не хотят, чтобы им... То есть, как бы со стороны казалось, что они провели массу времени возле зеркала. Укладки, фены, утюжки. Конечно, молодежь может этим заниматься. И не только молодежь. И они ходят в парикмахерскую. Но все-таки в парикмахерской, в салоне, можно увидеть... Вот недавно я была больше женщин в возрасте. И почему? Ну, потому что достаточно дорогое удовольствие. Честно вам скажу. Дорого. Вот за стрижку, мелирование, укладку. Еще и масочку мне сделали. То есть, больше 100 евро ты заплатишь. Самый такой обыкновенный, ну, среднестатистический салон в пригороде Парижа. Я уже не говорю о Парижу, когда я туда ездила в салон, в известный. Я отдавала каждый раз, даже не я, муж мой за меня платил. Тогда, помню, мы встречались. По 300 евро и больше. Представляете? В общем, дорогое удовольствие не у всех молодых француженок. Француженок, у которых масса кредитов, несколько детей и так далее. Есть такая возможность постоянно ходить по салонам. И, естественно, они любят натюрель. Натюрель – это волосы завязал в пучок, просто распустил, или как-то подобрал, там, сделал что-то такое. И вроде кажется, что это классно. Потому что все зависит от структуры. Кому-то классно, а кому-то не классно. Вот я просто не представляю, если я выбор... Хотя, наверное, многие могут так. Просто выброшу вот эту у меня фен-щетку. Я без нее не могу. Меня как бы это не напрягает. Да, возможно, это портит волосы и так далее. Но сейчас такие фены, такие плойки там наворочены. И чего-то только нету из керамики и так далее. Но все-таки мы, женщины, мы хотим выглядеть хорошо. Согласитесь? И хочется ухаживать за собой. И совершенно вот так не каждая сможет выбросить фен и спать с мокрой головой. Также очень часто француженки любят... Вот Каролин де Мегре, у нее есть такая фраза. Пока другие ставят ботокс в лоб, я просто поправляю челку. То есть, многие француженки сами себе обрезают волосы, подрезают. И они даже советуют. Я читала в книге Инезду Ла Фрисанжеттю, что, ну, не стоит ходить в салон, и просто возьмите там, подрежьте, и получится натуральный эффект. Не такой, как будто вы там что-то укладывали. То есть, все эти укладки, все эти, в принципе, кудряшки, завивашки, они придают возраста. Давайте пообщаемся по этому поводу. И они забирают время, они забирают много средств, так как это стоит дорого, и укладочные средства, и стайлинговые средства. А если ходить еще укладывать в салон, то это еще дороже. Поэтому они за натуральность. Ну, под этой натуральностью, девчонки, ведь очень часто скрывается самая настоящая лень. Ну да, у кого-то классно получается вот эта натуральность, и за эту натуральность выдается все-таки затраченное время перед зеркалом, уход за собой, за шевелюрой. Ну, у кого-то это просто-напросто лень. И я вам честно скажу, есть француженки стильные, красивые и ухоженные, но все-таки опытный глаз, их же очень может просто отличить, чем просто вот женщина встала с утра и пришла нерасчесанная, так сказать. Вот совсем недавно было, 14 февраля мы ходили, муж меня пригласил в ресторан, на котором мы давно мечтали с ним побывать, в Париже. Я сделаю такое видео, обязательно покажу вам отрывочки. И рядом с нами сидела пара. Все-таки 14 февраля. Женщины в возрасте, мы были в обеденное время, потому что вечером у нас были запланированы другие мероприятия, и в обеденное время очень много таких пар в возрасте. Ну, так как была пятница, молодые приходят вечером в ресторан, после работы. И, конечно, в возрасте француженки были очень ухоженные. Также была пара из Женевы. У ней были шикарные клипсы, винтажные, прическа. Я наблюдала за ними, я обожаю наблюдать. Это просто театр под открытым небом. И мы даже разговаривали с этой парой, ну, не в этом видео. Я люблю общаться с людьми. Они очень хорошо ухожены, очень красиво одеты, и мужья подстать. Но вот рядом сидела пара молодых. Я была в легком шоке, девчонки. Не хочу осуждать, но иногда я просто диву даюсь. Они очень мило беседовали, они признавались в любви, они целовались в засос. Они просто, ну, крепко целовались, так скажем. При всех, ну, мужчина сидел, такой худой парижанин, в футболке растянутой, не глаженной, и она была в каком-то, тоже какой-то футболке, в спортивных штанишках. И самое главное, без доли макияжа, и с грязной головой. Я не постыжусь этого сказать, но на самом деле голова была не первой свежести. 14 февраля. Шикарный, ну, не шикарный, а современный, такой знакомый многим ресторан. И просто пришли в таком виде. То есть, французам, в принципе, все равно глубоко на то, как на них посмотрят, что про них скажут, они сидели, пробовали эту шикарную пищу, блюда, которые сделаны, были знаменитым шеф-поваром, с грязной головой, в футболке. И, да, здесь, наверное, скорее всего, как встала, не умылась, оделась после, возможно, ночи любви и пришла. Вот иногда я думаю, что это? Эмансипация, лень, натюрель, до такой степени доказать людям, что ты на самом деле, тебе все равно, на всех и на все, и все равно на свой внешний вид, и как ты выглядишь. Но все-таки я считаю, что в нашей жизни, в нашем мире мы не должны слишком, вот иногда бывает слишком зацикливаться на нашей внешности до такой степени, что на самом деле внешность становится гипертрофированной, искусственной, ну я думаю, что все понимают, о чем я, и совсем опускать руки на себя. Женщина должна всегда оставаться женщиной. У каждой своя мера, насколько, у каждой свои нормы, как она должна быть, должна выглядеть, и должна ли. Ну, я считаю, что женщина, девушка, должна вызывать уважение. Минимум всегда должен быть. И выбрасывать ли фен, оставлять ли его, ложиться спать с мокрой головой, и здесь уже выбирать каждому. Поэтому не ведитесь на вот этот стиль французский, французская натюрель, что сейчас у меня просто стопы книг, но в один прекрасный момент я так начитала, что мне немножко стало противно, и сейчас я остановилась, я назаказывала столько книг про француженок, и читала, и иногда мне казалось, ну, да, есть большая доля правды, но есть столько мифов, и столько глупостей, так сказать, потому что очень часто эти книги пишут о француженках, не сами француженки, а американки. Ну, здесь уже совсем другая грань, как они видят француженку, и как мы видим француженку. Поэтому сегодня я вам говорю, давайте оставаться красивыми, давайте оставаться уходами, француженами, самое главное, и выбирать то, что нравится вам, нам. Кому-то экспериментировать никогда, это есть хорошо экспериментировать, вы можете попробовать с мокрой головой, а можете накрутить бигуди, можете сделать длинные волосы, а можете сделать короткую стрижку, пробовать, экспериментировать, но думаю, что и ваше отражение в зеркале, и глаза вашего мужчины, и слова вашей подруги, или мамы, они наставят вас на путь истины, даже если вы скажете, что вы никому не верите, и вам глубоко на мнение кого-то. Так что, почему француженки спят с мокрой головой, и выбрасывают фен, напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. И да, в возрасте француженки очень часто с короткой стрижкой, я была вот в салоне, очень часто они делают укладку, и ходят намного-намного чаще в салоны, чем у них там прям такая клиентура своя, женщин за. и разного, разный статус, и побогаче, и победнее. Ну, они любят, во-первых, в салонах они общаются, во-вторых, они позволяют себе эту роскошь, потому что у них, возможно, есть на это средства, есть на это время, есть на это желание, и, возможно, нет желания самой заниматься укладками. Поэтому есть такие француженки, как у нас соседка, которая ходит два раза в неделю на укладку. Вот. Так что судите сами, мифы или не мифы о француженках. А я вас всех целую и обнимаю. Спасибо, что оставались на моем канале, и спасибо большое, что посмотрели это видео. Я думаю, что встретимся уже в следующей болталке, и, конечно же, будут прямые включения и влоги. Все, всем пока-пока.